Вакуум Вайпс Здравствуйте! Итак, прежде всего я бы хотела немножко рассказать об истории моего проекта. Это реальный проект, который создала команда друзей, любителей музыкантов, которым стало в какой-то момент интересно самим это записывать. Они получили образование звукоргиссёров, и то есть само название Вакуум Вайпс и вибрации вакуума существует уже достаточно давно. И всё проникло на источнику. Сначала одним из самых сложных было создание алготипа, потому что сначала мы практически полгода искали форму, отталкиваясь от звуковусилительной лампы, но и в итоге пришли в форме спиралей, закручивающейся одна в другую и образующих внутри вихрь и как раз некое пространство вакуума. Это как раз анализ строя собой движения и туда и обратно. Основное элемент графического стиля – это та же самая спираль, которая теперь уже раскручивается в плоскости, оборачиваясь вокруг себя, образуя узоры, похожие на фракталы. И это заслужило толчком вдохновения для дальнейшего развития темы. Но существует ещё один графический элемент – это рисунки людей, как раз участников студии, которые были обработаны в компьютере и раздвоены таким образом, чтобы создавалось некое движение какое-то эвакционное, чтобы был какой-то музыкальный эффект, который тоже используется и каким-то образом считается. Основные цвета – это чёрный и белый, как в принципе основные цвета. И в дополнение к ним – сиреневый и бирюзовый, которые создают эффект, ощущение некой глубины. И, кстати, забыла отметить, что «Вакуум Вальс» – это, в принципе, достаточно экспериментальная и антеграммная студия, которая немножко нестандартно и подходит ко всему, и по образу жизни в том числе, и старается вот копать как-то более глубже, ну, что-то немножко… Давай дальше. Шрифт разрабатывался… Шрифт – это нарисованный пером, и в нём тоже присутствуют и некие элементы вибрации. И в ходе экспериментов мы пришли к тому, что лучшее название слить в одно слово. Как дополнение к нему – это тонкий и ненавязчивый шрифт, который вонзор. К вашему вниманию мы представлены визитки двусторонние, в которых мы старались сочетать оба элемента графического стиля. И чтобы было интересно их разрядывать и приятным услугам. Так же вот, к сожалению, я не распечатывала, но у нас существуют некие листовки, которые, с одной стороны, служат автоматической части, которые дают ссылки на сайт и социальные сети, а с другой стороны, говорится о том, что весь наш мир состоит из вибраций как раз-таки. И что звук – это и есть та самая вибрация, и что звук именно способен влиять и гармонично наполнять человека, влиять на его психо-физическое состояние. В общем, они говорят о том, как звук будет приятно воздействовать на человека. Чтобы было немножко для человека, который все-таки хочет записать и хочет иметь в нашей студии, и она, в принципе, хоть и достаточно, ну, не совсем официальная, но на ней присутствует достаточное количество профессионального оборудования, и работает опытный профессионал. Поэтому можно познакомиться с каталогом оборудования, который сделан в свободном предыдущем. Вот, иду старую. Давай дальше. Вот, чтобы… А, я хотела сказать еще, что, в принципе, вся вот эта рекламная продукция, она в основном будет представляться на всяких мероприятиях или концертах, которые организуют в принципе в сама студии, которые посещают положенную наградную музыканту. Поэтому она может быть в полном и достаточно простой… с печатью и не требует какого-то профессионального, очень сильно… толстого… не важно. И вот есть небольшая брошюра, в которой рассказывается о людям, которые этим занимаются, о том, чем они занимаются. Студия выпускает, также поддерживает аналоговые звучания и выпускает альбомы на кассеты. и занимаются записями магнитных грехов. Вот. Также у нас есть возможность реализовать сайт, попадая на который, вы сначала ничего не видите, кроме спирали и круга, но при доведении на эту спираль она начинает вращаться и показывать на основные темы и страницы сайтов, которые вы можете увидеть в среде, можете знакомиться с творчиком, можете участвовать в мероприятиях. Вот. И когда вы попадаете на навредение этой темы, перед вами уже раскрывается полностью информативная часть, которая состоит... А! И на сайте брошюра верстка двухколонная, и вот на сайте обе колонки прокручиваются самостоятельно, чтобы было удобно. Так. Что тут еще есть? Вот. Также можно использовать эти календы на всех носителях одежды, которую я необходимо сделать на третьей неделю. Всех раз в вас. Спасибо. Так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Каталюхар, а как меня... Который конструктор сказал, а второй – это основная бумага, а этот – это переломный. На основе, естественно, у некоторых шрифтов представляется разными вещами, но сама конструкция – все самостоятельно. Целование указывается принципиально? Да, потому что, в принципе, это такая сфера, в которой каждый проект достаточно индивидуальный, потому что у всех разные потребности и разные задачи. То есть это не те вещи, которые можно вот так вот образцовывать значить. Достаточно много слов. Вот здесь указано, что запись вокала начинается от 1000 рублей. То есть на сайте какая-то информация? Понятно, да. Но новички – нет. Понятно? Понятно, понятно. Хорошо. Прошу. Возвращайтесь внимание. Возвращайтесь. Возвращайтесь на заработку. Да, и я бы хотела немножко ответить, почему есть один и вклад, а другой нет. Это, мне кажется, какой-то тоже, как линь-янь, как эти спидвинг, что это, чтобы не забывать, что бывает холодное, и не помнить, что бывает холодное. Как это плавно, это вот именно носители. Да. А в принципе, эта форма сама на любое носитель можно принести его голову. Весьма любопытен тот факт, что даже не будучи музыкантом, стилистика данной дипломной работы привлекает к себе внимание и заставляет заинтересоваться. А что же все-таки происходит на студии? Особенно привлекательный непосредственно сам логотип, выражающий собой концепцию, достаточно глубокое, почти холосовство. Движение вверх и вниз, возникновение и исчезновение спиралей и их внутривое взаимодействие в центре. Практически схема устройства мира. Так же стоит отметить графические элементы, образованные самим логотипом, тонкие и проницательные. В целом, действительно создается ощущение музыкальности, подвижности проекта, чему также способствует вибрационное, удвольное и рисованное изображение. Лаконично, коротко и ярко устроенный текст располагает к его ознакомлению. Цветовая подборка глубока и спокойна, приносит умиротворение, как, впрочем, и сама музыка. Сайт напоминает игру, основе которой вращение – это интересно и занимательно. Сразу заметно, что работа выполнена с любовью и проникновенность в тематику. Видимо, потому что это реальный проект. Я полагаю, теперь в звукозаписывающей студии должны появиться новые клиенты. Я могу сказать о Кате, что она очень глубокий человек, настолько глубокий, что порой бывает забывает подняться наверх и глоток сделать воздух. Это говорит о таком определенном, практически, энергетическом отношении к делу. По самому проекту могу сказать, что Катя очень упорно и много работала, очень много искала, пыталась найти ту форму, которая отражала бы достаточно сложную концепцию. Надо сказать, что сам проект достаточно нестандартный. И делать такие забавные проекты всегда определенный риск. Но для этого нужна определенная еще и смелость. И это говорит о хорошем качестве Кате, которое не боится экспериментировать. Мне кажется, вниз есть два начала. Начало художника и начало дизайнера. И эти два начала между собой взаимодействуют. Это очень хорошо, мне кажется, для современного дизайнера, чтобы в нем был какой-то творческий источник, который давал потенциал для тех же коммерческих проектов. Чтобы это не кружалось в какую-то калютину, посетилось. Чтобы время от времени мы видели какие-то области царя, какие-то прорывы. И вот такие, мне кажется, люди Катя создают пустые прорывы. Порой иногда она может забывать о каких-то мелочах, но на самом деле это компенсирует ее именно такое конструктуальное мышление, конструктуальный подход, а также творческий. Поэтому я считаю, что в данной работе Катя проявила все свои способности по максимуму. На мой взгляд, очень конструктуальный проект, очень интересный, сложный по своей структуре, но при этом, на мой взгляд, сложившиеся и даже неподготовленные публики, на мой взгляд, понятны. Но при этом остается такая небольшая тайна, которая, на самом деле, мне кажется, должна присутствовать в таких работах. Мне кажется, Катя проявила все свои профессиональные возможности, все свои знания, которые она получила в институте и справилась с работой в институте. Спасибо. Спасибо. Мне очень неприятно за такие слова, и на самом деле я хотела бы отметить такой важный момент, что мой педагог, он на протяжении всех лет обучения никогда не навязывал какой-то своей определенной мечтат, определенных рамок и концепции, но при этом всегда, когда ты приходил к нему немножко рассеянно и не понимал, куда двигаться дальше, он как-то обосадривал, себя направлял и действительно очень помогал прийти к какому-то верному решению. Так что спасибо вам большое. И вообще момент хотелось бы, в эфиральной кафедре, вот после каждого курса, чтобы был какой-то просмотр, когда ты не просто скидываешь на флешку или компьютер смотрит педагога, а когда ты приносишь работу и тебя анализируют и смотрят разные педагоги и говорят себе свое мнение, так что этого в последние годы не хватало. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ